В очередной раз Темников пригласил жителей республики из соседних регионов окунуться в культуру Мордовии. В этот раз погрузиться в атмосферу 19 века помогали школьники в костюмах купцов и дворян. Для гостей подготовили насыщенную программу, которая познакомила их с этническими и национальными особенностями старейшего мордовского города. Фестиваль проводят на второй год подряд для того, чтобы, ну, скажем так, показать, что малые города не существуют. И на самом деле здесь живут самые искренние люди, которые верят в свой город. И хочется сохранить традиции, которые начинали наши предки. На территории фестиваля расположилась выставка-ярмарка продукции местного производства. Темниковцы демонстрировали богатый урожай, который удалось собрать в этом году. Гости познакомились с мордовской, русской и татарской национальной кухней. Атмосферности и колорита добавили выступления артистов. Краснослободский ансамбль «Родничок» подготовил для фестиваля 13 вокальных номеров с театрализованной частью. Солистка Екатерина Шестакова считает, что важно обращать внимание на культурное развитие малых городов. Краснослободские были такие храмы, были такие церкви, к сожалению, в 30-е годы они потерпели крушение. К сожалению, это коснулось не только Краснослободский, темников, вот этот старейший город Мордовия тоже, тоже его коснулось. Но, к счастью, повернулись лицом к религии, к памятникам народной культуры. На ярмарке проводились разнообразные мастер-классы. Умельцы учили бисероплетению, вышиванию и созданию кукол. Саровские ремесленники лепили игрушки из глины. Темников не только сохраняет самобытность и историческую ценность, но и развивает новую инфраструктуру города. В центре благоустраивают аллею славы, сквер молодоженов и парк имени адмирала Ушакова. Все это создается для комфорта местных жителей и гостей района. Что-то надо делать, чтобы оживить жизнь в таких городах. Искать какие-то точки роста, сохранять традиции, делать город комфортней, благоустроенней. Вот тогда люди будут в городах маленьких оставаться, и тогда будет здесь развиваться промышленность, производство, ремесленничество разного рода. После развлекательной части фестиваля «Малые жемчужины России» состоялся круглый стол, где поднимались вопросы развития российской глубинки. Представители районов Мордовии и соседних регионов обсуждали увеличение потенциала и способы привлечения туристов. Акцент сделали на взаимовыгодных отношениях. Помощь друг другу, обмен опытом и идеями даст толчок в развитии малых городов. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.